ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В следующем году акцизы на бензин поднимутся дважды. С 1 января и с 1 июля. В обоих случаях на 50 копеек. Такое решение, не запланированное, приняло правительство страны, о чем накануне заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов. По его словам, полученные деньги пойдут на строительство автодорог. Как сообщили некоторые СМИ, в первую очередь имеются в виду новые трассы в Крыму и Калининградской области. ТРАССА 101 До конца этого года может быть принят законопроект, обязывающий пьяного водителя вносить залог за отправленный на штрафстоянку автомобиля. Размер залога, по данным газеты РУ, 30 тысяч рублей, что равно сумме штрафа за нетрезвое вождение. Иначе вернуть машину со спецпарковки будет невозможно. Цель нововведения – повысить собираемость штрафов за езду под градусом. Собственники и водители грузовиков массой более 12 тонн вынесли в систему Платон на сегодняшний день порядка 33 миллиардов рублей. Эти деньги, по данным Федерального министерства транспорта, пошли в том числе на ремонт федеральных автотрасс. Напомню, что система начала работать с середины ноября прошлого года. Действующий тариф – 1 рубль 91 копейка за километр. Противники Платона не перестают заявлять о том, что в скором времени оплачивать проезд придется и владельцам менее тяжеловесных авто. Каждый пятый российский автомобилист, опрошенный агентством «Автостат» и «Изданием за рулем», всегда пользуется возможностью оплатить штраф с 50-процентной скидкой. Почти 70% респондентов делают это нерегулярно, в зависимости от того, распространяется ли дисконт на их нарушения и не истек ли льготный 20-дневный срок. Ранее счетная палата страны заявляла, что введение 50-процентной скидки при оперативной оплате штрафов не привело к росту их собираемости. Мазда через пару лет начнет серийное производство электромобилей, а к 2030 году каждая машина марки будет оснащаться электродвигателем. Сейчас японцы делают только одну модель с гибридным мотором – это «Аксела», известная в нашей стране как «Мазда-3». Кроме того, компания работает над созданием новых экологичных бензиновых, двигателей, где топливная смесь воспламеняется не от свечей, а из-за высокого давления. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова